Эй, на что уставился, снежок, а? Сэм рассказал мне о вашем английском трипе в Red Dead Redemption, и поэтому я благосклонно отозвался сопроводить тебя в самые глубины ада на дикий-дикий запад. Зови меня Джанго, детка. Артур Морган. Я давно знаю этого гринга, сын вора. 15 лет осерятел и Вандерлинда подобрал его буквально с улицы, что сделать частью своей группировки, и малыш Морган стал смотреть на голландца, как на своего отца, перенял его жизненные принципы, а в итоге стал одним из главных людей в их шайке. И вот его брехня. We are thieves in the world that don't want us no more. Или мы воры в мире, который больше не желает нас видеть. Сразу видно, что у сироты очень плохо с грамотой. Двойные отрицания – это довольно распространенное разговорное явление в любом языке. Но в английском эти два отрицания не отменяют друг друга. Ты, например, рыжеволосая и голубоглазая красавица, можешь сказать «Yo, Django, I guess I don't like my men no more». «Yo, Django, мне кажется, мне больше не нравится мой мужчина». Или то, что мне часто говорит мистер Морган. «Yo, Django, help me, I don't got no money». «Yo, Django, помоги мне, у меня больше нет денег». Но я крайне не рекомендую тебе использовать этот оборот в письме или в собеседовании, потому что это просторечие. И если исправлять корявую брехню сироты, то получится «We are thieves in a world that doesn't want us anymore». Чарльз Смит. Ну, наконец-таки, первый брат в этой истории. Чарльз был рожден от афро и коренной американки. От матери он наследовал скилл управления черным мустангом, а отец научил его стрелять по янке. Я обожаю стрелять в янке. И вот его ключевая фраза. Мы устроили столько заварушек, что и нам должны чуть-чуть. Вот он, гордый голос Навахо. Давай жизни под зад и с улыбкой встречай ее ответы. To raise hell дословно переводится как устроить ад. Но это довольно гибкая конструкция. Ты, например, можешь сказать Эти дети настолько раздражают, они продолжают устраивать балаган каждый день. Или, например, альбом братьев Ron DMC Raising Hell в русскоязычных источниках переводится как Мы устроили ад. Итак, to raise hell – устроить балаган, заварушку, ад. Ну или заставить чью-то задницу трепыхать. Если ты понял, о чем я. Вот он! Основатель одноименной банды. Главный герой этой истории и просто мой самый желанный снежок Дач Вандерлинды. They're chasing us so hard because we represent everything that they fear. Они гонятся за нами так сильно, потому что мы олицетворение всего, что они боятся. Аминь. Хоть я не переношу самый дух этого сына кабацкой девки, но я каждый раз поднимаю стакан за тех, кто крутится в этом паршивом мире. Ставь лайк этому ролику, если ты Д'Артаньян, motherfucker. Вот тебе фраза, с которой я люблю начинать охоту. Cut to the chase. Что она значит? Подключи голову, дорогуша. For Christ's sake, cut to the chase. Есть идеи? А если так? You always talk too much. For Christ's sake, cut to the chase. Да, можешь поставить самому себе лайк. Вообще, эта фраза появилась в киноиндустрии США. Многие вестерн-фильмы заканчивались красивой сценой погони, но до этого большая, длинная, сопливая часть. Поэтому зрители говорили, For Christ's sake, please cut to the chase. Ради бога, пожалуйста, давайте к погоне. То есть cut to the chase – это то же самое, что и get to the point. Или по-русски давай к делу. Ну и немного женского обаяния в конце. Воровка, пройдоха, мисс Джонс. Running scams, robbing banks, screwing over the rich and horrible. Вот тебе девиз каждой собаки на диком западе. Ворочаем скамы, грабим банки, опрокидываем богатых и ужасных. Я же говорил тебе, что это самая глубина ада. Нас тут интересуют две. Во-первых, to screw over. И во-вторых, scam. Скам дословно переводится как мошенничество. Ты, например, можешь сказать Йо, вчера я получил имейл о переводе денег, и кажется, это мошенничество. Или когда в следующий раз к тебе подойдут погадать по стопе, ты можешь ответить Дамочка, я не поведусь на ваш скам или на вашу уловку. Следующая фраза это screw over не совсем джентльменский оборот. Дословно он переводится как нагнуть кого-либо. Более гладко опрокинуть, обставить или провести вокруг пальца. Ну что, Снежок, на этом я с тобой прощаюсь. Руку не жму, ведь кто знает, может быть, я еще приду за твоей головой, потому что я Джанго отправляю белых на тот цвет по-английски и получаю за это деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова